И что же ты тут делаешь? Я же уже объяснял. Май-сан пригласила меня. Звучит подозрительно. Зачем же мне тебе врать? Неважно, где Май? В своей комнате? Ну, ей. Неожиданно позвонил менеджер, и она ушла. А, значит, мы разминулись. Она сказала, что это ненадолго, и она скоро вернётся. А, что ж, болтать в дверях как-то... Пожалуй, я подожду её в её комнате. Э-э-э, погоди-ка, как ты смеешь вламываться в наш дом? И я не пущу тебя в её комнату. В смысле вламываться? Не буду же я ждать её, стоя здесь, в дверях. Ну а почему обязательно в комнате Май? Я вовсе и не думал ни о чём таком по типу вдохнуть бы воздуха из её комнаты. Ничего подобного. Хм, я никогда тебя туда не пущу. Хм, сойдёт и твоя комната. Э-э-э, да-да ни за что! Почему это? Потому что нет, и всё. Наверняка ты ещё не разобрала коробки, в которых перевозила вещи. Э-э, разобрала уже давно. В коробках только те вещи, которые мне сейчас не нужны. Э-э, в любом случае, тебе нельзя ни в комнату сестрёнки, ни в мою. Что ж, придётся ждать следующего шанса насладиться комнатой Май. Тогда я подожду в гостиной. Ну, с этого и надо было начинать. Что ж, я вхожу. Так, так, так. Посмотрю телевизор, пока Май-сан не вернётся. Вот только не надо вести себя как хозяин в чужом-то доме. Но это же нормально. Вовсе нет. Что важнее, ты должна была предложить гостю чашечку чая. Ха? Сделай сам. Но это не мой дом. И ещё чего. А Май-сан сделала бы всё с улыбкой. Ах. Ну ладно. Всего-то надо принести тебе попить. Снова срочно вызвали. Как обычно. Вечно ты на расхват, Май-сан. Эй, Тойохама! А насчёт чего ей там звонили? А? Ну и откуда мне знать? В любом случае, ты жутко любопытный. Тебе-то что, не интересно? Может, ей говорят, расстаться с парнем. Это было бы проблемой. Вот. Спасибо. Но всё в порядке. Что именно? Даже если бы ей так сказали, она бы их тут же пристрелила. О, и откуда такая уверенность? Потому что наши с ней отношения идут замечательно. Серьёзно, заткнись. Кстати, Тойохама. Это не похоже на чай. Это сок, который рекламировала сестрёнка. Тойохама. Чего? Тебе стоит хотя бы научиться заваривать чай. Как? Да умею я, разумеется, его заваривать. Сегодня жарко, поэтому я выбрала холодный напиток. Успокойся, успокойся. Ты меня раздражаешь. Интересно, Май скоро вернётся? Прошло совсем мало времени с тех пор, как ты пришёл. Я настолько соскучился, что хочу встретить мою Май-сан как можно скорее. А ты уверен, что ты хорошо её знаешь? Я знаю абсолютно всё о моей Май-сан. Невозможно. Тогда и что же тебе в ней нравится? Если я начну говорить, меня будет не остановить. Ты готова? Конечно. Я думаю, что знаю всё, что ты о ней можешь сказать. Во-первых, она знаменита на всю нашу страну. Но это же очевидно. И она невероятно красива. Это правда. Она находится на совершенно другом уровне. Она высокая, взрослая и у неё отличная фигура. Старайся изо всех сил, чтобы вырасти как она. Угу. Ну, я ещё успею вырасти выше. Чего? Почему ты на меня уставился? Удачи. Мне кажется, что ты надо мной издеваешься. Тебе кажется. А ещё Май-сан очень хорошо готовит. Она готовит мне необычные обеды, но они лучше, чем в трёхзвёздочном ресторане. Что и следовало ожидать. Ну, я уже знаю об этом, потому что каждый день ем то, что она готовит. Иногда тебе и самой стоит готовить. Ну, я помогаю иногда. Что ж, хватит об этом. Что дальше? Майя Май-сан невероятно умная. Она занята шоу-бизнесом, но помогает мне учиться. К тому же, в костюме кролика. Да она бы ни за что не стала одевать что-то подобное. Ты замечтался, путаешь мечты с реальностью. Ты что, никогда не видела Май в костюме кролика? Он подчёркивает её стройные ножки и превосходную фигуру. Я не могу отвести от неё глаз. Да невозможно! Она бы ни за что такое не одела. Тем более, перед тобой. Я ещё не закончил. Я не прощу тебя, если ты скажешь что-то такое же глупое. Думаю, ты согласишься, но... Она действительно добрая. Угу. Я в курсе. Когда я сказала, что мне плохо, она приготовила мне суп. Вот видишь, моя Майсан такая добрая. Она моя сестрёнка. Она даже ждала больше часа, когда я опоздал на свидание. Ты опаздывал на свидание? Ты ужасен. Что ж, я согласен. Но каким-то невообразимым образом Май меня простила. Она такая добрая. Будь я на её месте, я бы бросила парня в тот же миг. Чего? Тойохама, у тебя что, есть парень? Э, но это же, например. Я же всё-таки идол. И у меня полно работы. Идол, встречающийся с парнем, это будет чем-то новеньким. Пожалуй, уж слишком новеньким. Не глупи. Ну ладно. Что же ещё? А, точно! Иногда она ведёт себя как высокомерная королева и даёт мне настоящий нагоняй. А разве это не означает, что ты ей не подходишь? Это, знаешь ли, совсем не привлекательно. Что это ты говоришь? Ты знаешь, сколько людей хотят, чтобы их поругала Майсан? Гадость. Но иногда она бывает просто очень милой. А? И на свидание она надевает такую красивую одежду. О-о-о. Говоря об одежде, она даже поправила мне галстук. А, да, совсем недавно. Хватит! Да что случилось? Замолчи! Почему ты злишься? Я не злюсь. Злишься. Как бы то ни было, хватит. Не понимаю. В любом случае, сестрёнка! Сестрёнка моя сестрёнка! Чего? В смысле? О! Пишет, что скоро вернётся. Правда? Отлично! Пока я тебя ждала, Сакута ко мне приставал. Убедись, что хорошенько накажешь его позже. Вот. То, Йохама, не стоит делать беспочвенных обвинений. Хм. И вовсе я не врала. Сделай что-нибудь с собой. В любом случае, наказание от Майи – это скорее награда. О-о-о. Не могу поверить. Было бы здорово, если бы она ещё и была в костюме кролика. Невообразимо. Гадость! Не смей думать! О всяких странностях с Майей! Глупый Сакута! Глупый Сакута! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...